Всем привет! Давно не виделись! В эфире Универньюз, а в студии я, Милевша Хакимова. Наша команда подготовила для тебя порцию свежих новостей. Итак, сегодня выпуски. Состоялся Третий Всероссийский конфликтологический форум. КФУ посетила египетская делегация рекрутинговой компании. В университетской клинике КФУ начал применяться новый ультразвуковой сканер. В ходе Третьего Всероссийского конфликтологического форума, состоявшегося в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону, обсудили создание Ассоциации конфликтологов России. Инициатором создания выступил заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. Подробности смотрите в нашем сюжете. В создании Ассоциации конфликтологов России обсудили в ходе Третьего Всероссийского конфликтологического форума вектора развития современной конфликтологии, состоявшегося в Южном федеральном университете в Ростове-на-Дону. Инициатором создания организации выступил заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. Чтобы объединить в единое целое изучение конфликтов, что на наш взгляд является плодотворным, потому что современные все методологии связаны именно с междисциплинарностью изучения, и создается Ассоциация конфликтологов России, чтобы объединить не только научные направления, но и тех ученых, тех исследователей, тех людей, которые занимаются сегодня в том числе и прикладной конфликтологией, различными ее ответвлениями, направлениями, такими как медиация, посредничество, переговоры. И, соответственно, чтобы все это представляло из себя, скажем, единое целое и развивалось как-то в одном стратегическом направлении. По результатам выборов Ассоциацию конфликтологов России возглавил Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации. Это человек, который является куратором конфликтологов в одном из наших, наверное, главных вузов, это Московский государственный университет. Вот он занимается этой проблематикой, достаточно известен в том круге ученых, которые изучают и исследуют конфликты, поэтому выбор пал именно на этого человека. Лилия Талипова, Велета Басова, Универньюс. Казанский федеральный университет посетили представители делегации рекрутинговой компаний из Египта. Об этом в сюжете нашего корреспондента. 14 января в главном здании Казанского федерального университета прошла встреча представителей Египетского фонда и руководства КФУ. В рамках нее стороны обсудили перспективы совместного развития. Компания занимается оказанием помощи иностранным студентам, желающим учиться в России и Украине. Египетский фонд является официальным уполномоченным органом, работающим в качестве сестринской компании по отношению к организации РЕН-Юкрейн, охватывающей большинство стран Персидского залива, Ближнего Востока и Северной Африки. Украинская компания рекрутит студентам и отправится к русским университетам в русских университетах, медицинской, инженерной, или любого количества университетов. И затем мы поговорим с университетами, где они будут готовы путешествовать в России. Компания делает зарубежное образование доступным и понятным для каждого студента. Казанский федеральный университет активно и плодотворно сотрудничает с Каирским университетом. Содружество между КФУ и Египтом также осуществляется в рамках обучения граждан данного государства. Еще в 2007 году в мае было подписано соглашение о сотрудничестве между университетами, предполагающее автоматическое определение. Основными темами переговоров являлось развитие международного сотрудничества и образования. Также активно обсуждалась организация программ академической мобильности для студентов, сотрудников и преподавателей КФУ. Ежегодно студенты и сотрудники Казанского федерального университета, Института филологии и международных связей проходят языковую практику и стажировку в Египте. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке взлетели цены на нефть. Усиление напряженности в регионе способно отправить их к новым высотам. Нефть марки Brent подорожала до 71,5 доллара за баррель. Такого уровня котировки в последний раз достигали в сентябре 2019. Подобная динамика роста вполне положительно может влиять на экономику страны и на разработки в области нефтедобычи. Как раз в следующем сюжете пойдет речь об одном из крупнейших месторождений нефти в России – Ромашкинском. Ученые Эко-нефть и специалисты по ООО «Татнефть» расширяют число и масштабы совместных проектов и научных исследований. Подробности смотрите в нашем сюжете. Казанский федеральный университет развивает сотрудничество с «Татнефтью» и другими компаниями в области добычи и подземной переработки сверхвязкой нефти. Научные группы САЕ «Эко-нефть» разрабатывают методы повышения нефтеодачи для нескольких выбранных месторождений. Такие работы крайне важны для разработки остаточной нефти в Ромашкинском месторождении. Вот у нас Ромашкинское месторождение нефти. «Татнефтью» зарабатывают уже много лет, более 75 лет. И вот сегодня уже добыто более 3 миллиардов тонн нефти, но по геологическим данным в недрах Ромашкина еще больше, чем добыли нефть. Ну, какая часть этой нефти не может быть добыта, потому что она, ну, она, конечно, может быть добыта, но технологии новые нужны, технологии сегодня дорогие пока». Ученые КФУ разрабатывают методы увеличения добычи этих остаточных легкодобываемых запасов, которые сегодня оцениваются в 2-3 миллиарда тонн. «Татнефтью мы создаем вот такую систему. Это система, которой искусственный интеллект используется, нейронные сети. То есть самые современные такие вот сквозные технологии используются для того, чтобы обрабатывать большой объем данных. Это перспективные разработки, которые, я думаю, в 2020-2021 годах, значит, они дадут нам результаты, которые, ну, я думаю, что они будут такие очень интересные, очень важные для народного хозяйства и в научном смысле тоже». Место рождения уже несколько десятилетий служит настоящим полигоном для испытания многих новейших технологий и передовой техники в области разведки недр, проходки скважин и нефтедобычи, которые нашли широкое применение не только на промыслах «Татнефти», но и в масштабах всей страны и за ее пределами. Валерия Муратова, Ленар Довлетьяров, Универньюс. Новое оборудование экспертного класса начало применяться в женской консультации университетской клиники Казанского Федерального Университета. Ультразвуковой сканер ждали давно. Требования к качеству диагностики, особенно в сфере окужерства, только возрастают. Подробности о новом аппарате вы узнаете в нашем сюжете. В женской консультации университетской клиники КФУ начал применяться новый ультразвуковой сканер. Сейчас УЗИ-аппарат используется для осмотра пациенток гинекологического и акушерского профилей. Обо всех тонкостях работы нового оборудования расскажет врач ультразвуковой диагностики высшей категории Елена Устинова. Ткани, органы, они очень детально рассматриваются, практически на, можно сказать, на микроскопическом уровне. Очень детально. И у плода в том числе. Даже вот недавно, несмотря на то, что аппарат стоит не так давно, мы выявили порог развития такой, как кровоизлияние в глазное яблоко у плода на 30-недельном сроке беременности. Это такая вот патология, которая редко выявляется, и мы ее смогли здесь увидеть. Техническую новинку ждали давно. Новое диагностическое оборудование, применяемое в женской консультации, позволит более детально проводить осмотр во время беременности, диагностировать разные пороки развития на самых ранних стадиях. Сейчас требования в наше время такие, что нужно диагностировать заболевания как можно раньше, особенно онкопатологию. И пороки развития плода также требуется сейчас диагностировать с ранних сроков развития беременности. Это все согласно приказу Минздрава. А такие мелкие пороки развития, детальное рассмотрение плода, возможно, только на аппаратах экспертного класса. Стоит отметить, что формат 3D и 4D позволяет вывести на монитор реалистичное изображение еще нерожденного малыша, а затем архивировать его. Сейчас у нас на УЗИ приходят с семьями. Они, папа, мама желают, даже дети приходят, пожелают познакомиться с малышом до родов, узнать его состояние. И они, когда видят объемное изображение, эмоции плода будущего их малыша, то они тоже получают положительные эмоции, очень довольные уходят. То есть уже многие оценили наш аппарат. Камиль Гимоздинов, Ленар Довлетиаров, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть на социальных сетях и всегда оставайтесь в курсе самых свежих новостей. Еще увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова